Добирается сил, здоровье, все хорошее тебе. Первые наставления отца, волнительный момент. Сын Антона Москвичева, 9-летний Влад, первый раз едет в детский лагерь. Небольшие переживания есть, признается папа, но пора взрослеть, привыкать к самостоятельности. Детство есть детство. Туда приезжаешь, отдыхаешь, играешь, гуляешь, знакомых много заводишь, а уезжать уже не хочется. Судя по маме, наверное, рассказано много чем. У нас будут всякие праздники, наверное, иногда. У нас будет конкурторный зал. В отличие от 9-летнего Влада, сестры Кати и Варвара ежегодно ездят в оздоровительные лагеря. В этом году им повезло вдвойне, считают девочки. Первый раз они попали в одну смену. У меня не так хорошо с робототехникой в нашей школе, и поэтому я думаю, что я смогу обучить чему-то новому в этом лагере. И у меня что-то получится, оценками получше будет. 30 детей Одинцовского округа отправились в подмосковный оздоровительный лагерь. В первую очередь это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и одаренные школьники. Занятия в роболабораториях, изучение точных наук, вожатые уверяют, каждому ребенку будет индивидуальный подход. В любом случае, волнение у родителей есть, все мы это понимаем. Но в любом случае, когда дети приезжают, для всех это мандраж. И для вожатых, и для начальников, для всех. Но потом, когда уже все друг друга знают, для этого и существуют различные игры для знакомства и так далее. Для этого это и существует, чтобы было сплочение коллектива. Организаторы летнего отдыха еще раз напоминают, чтобы ребенок активно провел лето со своими сверстниками в детских лагерях, подать заявку в этом году можно только в электронном виде. Комиссия рассмотрит ее в индивидуальном порядке. Одинцовские ребята отправились в летние оздоровительные лагеря не только в Подмосковье, но и на Черноморское побережье, в Анапу и Крым. Более 20 тысяч школьников в возрасте от 7 до 15 лет проведут летние каникулы на все 100%. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.